Льготы, страховые выплаты, пенсии, все это, конечно же, весьма актуальная информация. И есть в этой теме многие большие, я бы сказал, даже изменения в связи с тем, что начался уже Новый год. Но подробнее нам об этом расскажет гость, и сейчас у нас в студии, Елена Горбунова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым. Элан! Элан! Я прошу прощения, мне крайне неудобно. Доброе утро, Стефан. Итак, Новый год, 2020, и с 1 января уже, собственно говоря, выросли выплаты для неработающих или работающих пенсионеров. Для неработающих. Для неработающих пенсионеров. Что же это значит? Насколько? Ну, во-первых, надо отметить, что для неработающих получателей страховых пенсий, потому что у нас есть и получатели государственных пенсий, социальные пенсии, техногенные катастрофы, военнослужащие. То есть этой категории индексация не коснулась, коснулась только получателей страховых пенсий. И опять-таки, среди них есть у нас работающие и неработающие. Так вот, мы проиндексировали порядка более 500 тысяч, 545 тысяч получателей страховых пенсий у нас на территории Республики Крым. И среди них к выплате только для неработающих пенсионеров. То есть индексация пенсии произведена, а выплачивается уже с учетом индексации только неработающим пенсионерам. Только неработающим? Только неработающим. Вот есть такой вопросик интересный по поводу индексации пенсии. Кто же увидел эти индексации все-таки? Увидел, увидит, возможно? Увидел и прочувствовал на себе. Опять-таки, среди наших неработающих пенсионеров есть отдельная категория, которых уже в течение 5 лет размер пенсии не изменяется. Отдельному я могу эту тему развить. И кроме того, у нас есть получатели пенсии, опять-таки, среди неработающих, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума. Разве такое возможно? Возможно, такое тоже возможно. Это касается тех граждан, у которых небольшой продолжительности страховой стаж, у которых либо вообще заработную плату они не смогли предоставить, либо очень низкая заработная плата. То есть такая категория граждан у нас тоже есть. Так вот, для получателей неработающих пенсии, неработающих пенсионеров, эта категория, тем не менее, с прошлого года у нас есть новый закон, который говорит о том, что независимо от того, что у них размер пенсии ниже прожиточного, и они получают федеральную социальную доплату до величины прожиточного минимума, тем не менее, им тоже индексируется пенсия на ту величину, которая реальная их пенсия проиндексирована. Таким образом, мы говорим о том, что прочувствовали на себе все неработающие пенсионеры, и получатели федеральной социальной доплаты, и просто обычные пенсионеры, за исключением, конечно, тех, кто получает у нас пенсию в сохраненном размере. Ну вот, мне кажется, сейчас нас смотрят некоторые пенсионеры, которые не чувствуют никаких повышений, и задаются вопросом, а почему у меня не меняется ничего? Ну вот я уже сказала, не меняется только у тех, кто работает. И отдельная, значит, у нас есть тема, именно касающаяся территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, для которых есть такая норма, понятие, вернее, как сохраненный размер пенсии. Это те граждане, которые у нас на 31 декабря 2014 года получили пенсию с учетом увеличенного, как будем говорить, по высшему курсу у нас было 3,8 гривны к рублю, плюс стопроцентное увеличение по отдельному указу президента 192-му. И таким образом, размер их пенсии, переведенный с гривны на российские рубли с учетом указа президента, оказался значительно выше, чем размер пенсии, исчисленный по законодательству Российской Федерации. И закон 208-й федеральный закон нам говорит о том, что мы ни в коем случае не имеем права уменьшать им размер пенсии. Поэтому мы им оставили этот сохраненный размер. То есть внутри этого сохраненного размера есть российский размер пенсии, который индексируется на все индексы. Но есть доплата до сохраненного размера, а размер доплаты уменьшается. И в общей сумме остается сохраненный размер. То есть эта категория только для нашей территории, для республики Крым. Вот мы и выяснили. Теперь все понятно. Новый год начался не так давно. Скажите, какая информация есть по социальным выплатам, социальным пенсиям? Будут ли здесь какие-либо изменения? Ну, это следующая категория граждан, которые у нас получают государственные пенсии. У нас есть закон о государственном пенсионном обеспечении номер 166 ФЗ. К данной категории, как я уже говорила, относятся наши получатели социальных пенсий. Это дети-инвалиды, инвалиды с детства. Это у нас военнослужащие, получившие военную травму во время военной службы. Это у нас граждане, пострадавшие в результате техногенных катастроф. То есть, в первую очередь, это чернобыльцы. Вот. Эта категория граждан у нас получает пенсию по государственному пенсионному обеспечению. И размер этой пенсии будет также индексироваться, но только ежегодно государственные пенсии индексируются с 1 апреля. И при этом абсолютно не имеет значения, работают они или нет. То есть, для этой категории факт осуществления трудовой деятельности абсолютно не имеет никакого значения. В любом случае, будут пенсии проиндексированы. Спасибо вам огромное. Я уверен, что для многих наших телезрителей эта информация будет очень полезна. И, кстати, подчеркнуть новые знания в этой теме, в этой сфере вы можете на официальных сайтах пенсионных ведомств. И не только. И интересуйтесь массой манипуляцией с документами. И не только. Надо делать заранее. Для того, чтобы потом все-таки все эти блага, все эти увеличения ощутить на собственном примере. И передавать, конечно же, эту информацию своим знакомым, своим соседям. Но я хочу напомнить, что это утро с нами встречала Элана Горбунова, начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсии отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым. Ну, а наш эфир продолжается. И прямо сейчас мы посмотрим интересные анонсы, передач, которые вскоре выйдут на нашем телеканале.